Оказалось, что Александр Райн очень приятен в общении. Молодой писатель дорожит мнением каждого, кто вдохновился его литературным творчеством. Никакого снобизма, хотя его талант уже замечен. А читательская аудитория на различных интернет-площадках растет день от дня. Неудивительно, ведь пишет Райн в различных жанрах, от юмора до хоррора. Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Телеграм, Фейсбук, недавно Одноклассники подключил. Где-то подсчитывали вместе с редакцией около 150, может, тысяч. Иронически, да, юмор, социальное что-то. И очень люблю мешать с мистикой. То есть компоную юмор, какие-то рассказы, связанные с чем-то потусторонним. И получается, в общем, такой небольшой винегрет, но своеобразная, мне кажется, стилистика у меня уже образовалась. Александр родился 4 ноября 1990 года. Живет и работает в городе Владимире. Женат. На данный момент его библиография включает несколько романов и сборники рассказов, которые сразу же полюбились читателям. С 2015 года начал писать, но так вот продуктивно, прям работать и заниматься творчеством начал только в 2020 году. То есть последние, грубо говоря, три года ударно, в ударном темпе. Уже два романа, одна повесть и более 300 рассказов. Романы у меня в основном в жанре мистика, триллер, вот что-то такое темное, не комедия. Смешные, добрые, социальные, страшные, дерзкие и уютные рассказы Александра подойдут для всех возрастов. Во время встречи в Муроме автор прочитал несколько из них слушателям. Несмотря на то, что Александр не профессиональный чтец, а писатель, зал аплодировал бурно. Понравилось? Не то слово. Я открытие сделала, я о нем не знала, так что обязательно дальше буду следить за его творчеством и поищу в интернете. Нравится и сам формат встречи, и сам автор. Я не так давно его читаю, в Дзене начала читать, сейчас подписано и в Телеграме, и ВКонтакте. Я считаю, это потрясающе. Позволяет отвлечься от всех событий, от каких-то жизненных трудностей. Очень интересно и действительно поднимает настроение. Я думаю, что у него большое будущее, что его книги мы в наших библиотеках не раз еще увидим, но и фильмы посмотрим. Я желаю ему успеха, удачи и хороших читателей. Песчаный колокол. Никто не знает, где тюрьма мертвых. Произведение автора можно найти в электронном формате на различных интернет-площадках. По некоторым из его небольших ироничных произведений сняты очень теплые, задевающие струны души короткометражные фильмы. Елена Петрова, Илья Облетов. Наши новости.